по-настоящему опасные вещи это когда в вашей квартире происходят какие-то принудительные мероприятия будь то осмотр места происшествия например так оформляют когда например вы со своего компьютера что-то активное репостите где ваше место преступления ваш рабочий стол точно его надо на кухне компьютер вот вы же хотели пригласить их на кухню то они пройдут и тогда да тогда это будет какое-то принудительное мероприятие либо это обыск либо как например деле ивана голланова было к нему в квартиру приехали вообще с обследованием помещения это не у не процессуальное мероприятие это оперативно-розыскное мероприятие с нарушением всех вообще возможных норм это отдельная тема чем разница между обыском и обследованием помещения пардон обыск допустим при возбужденном уголовном деле и это уголовно процессуальное мероприятие обследование жилого помещения это праве мероприятие не процессуально это оперативно-розыскное мероприятие она вообще должен быть негласным как в принципе большинство оперативно-розыскных мероприятий для него не нужно уголовного дела для него достаточно дела оперативного учета заведенного вообще может по абсолютно другому поводу сейчас вы уже сказали некоторое количество слов от которых у меня кружится голова короче чтобы с обыском пришли должно быть возбуждено против тебя уголовное дело не против вас ну хорошо вообще не должен быть должно быть уголовное дело в рамках которого к тебе до кон у вас есть основание для производства обыска со всякими там понятыми и прочее и это такое рутинное мероприятие хотя могут дверь выбить обследование это то что вот кино происходит чаще всего мы видим это да ну чтобы как где вообще видим этот мир во всяких сериалах обследование живого помещения вы вообще не видеть когда ты вот на работе а тем временем забирается тихонечко отночкой без собаку пошли погулять да 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 и там всякое снимает ищет нет 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 при обследовании жилого помещения вообще можно только фиксировать обстановку чего это подкладывать нельзя ну конечно изменить обстановку нельзя да ну проверить как стоит аппаратура вашем доме все ли нормально все ли датчики в порядке не нужно ли заменить аккумулятор что вы думаете вы настолько неинтересны органам правоохранителем что нельзя параллельно вывести аудио ряд вашего ваших работах по репосту в любом случае в любом случае основное условие при этом люди должны показать вам документ на основании которого они вашу квартиру проникают если это обследование жилого помещения то постановление если постановление о производстве обследование жилого помещения тоже санкционированы кстати судом но в отличие от обыска который санкционируется на один обыск на одно проникновение обследование жилого помещения санкционируется на какой-то срок например 180 дней ничьи да ну что два раза не вставать или 10 раз не снова да ваша задача это постановление если вам не дадут его скопировать вам дадут с ним ознакомиться по закону что прочитать в любом случае вам обязаны его дать ознакомиться если исходить из прямого толкнования копии вам не должны давать чаще всего дают но иногда следователи там или опера упираются говорят но все мы тебя знакомили ди нет вы тогда говорить хорошо я ознакомлюсь но дать мне его переписать не дает фотографии дать и переписать это ну и естественно скорее всего на и скажет что такое умный давай опять ложись а ты на это ты на это лишь куда денешься вот но фактом что вот это вы потом уже где-то отразить в протоколе потому что то что у вас однозначно должно остаться любом случае это протокол это мероприятие если это осмотр то там копию протокол осмотра нам хотя бы скрафировать и должен дать хоть какой протокол смотр тоже по большому счету не удается в эту лучше не выдаваться в любом случае по результату проникновение дом что-то вам должны оставить протоколу обыска протокол обследования жилого помещения уходя вы все сокрушив как это обычная история и должны что-то оставить какой-то здесь да 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 обычная история когда люди говорят а мы ничего не взяли но люди настолько пугаются это настолько стрессово-эмоциональная вот туда что люди так ждут когда это закончится что ему по большому счету все равно лишь бы ушли чаще всего даже не запоминает кто у них был но это уже понять часто не запоминает сколько вообще было людей и как это все происходило все стирается состояние близкой кафе конечно такая сильнейшая секторомирующая ситуация причем разовая ты не по не готовишься же книги хотя надо готовиться ну просто тупо по праву жизни в россии ты должен быть к этому готов сосредоточиться вам в первую очередь нужен на том чтобы в протоколе этого мероприятия вы внесли свои замечания вот это действительно важно а это прям сразу там же на месте протокол оформляется на месте и в этом протоколе вам нужно оставить свои замечания вот на этом надо сосредоточиться вам нужно замечать все что вам не нравится и все это потом в протоколе отражать мне на это всегда говорят да там место вот столько вот да нам все равно не дадут написать ребят это драка это подворотник кто сказал что будет легко вот кто сказал что будет легко да вы воюете с гопотой в подворотне если вы пошли на митинг если вы вообще живете здесь будьте готовы что вас будут пинать ногами защищайтесь тренируйтесь да будет сложно но как минимум вы должны понимать что этот протокол нужен им больше чем вам вы-то потом сходите копию снимет адвокат ваш снимет копия завтра послезавтра они его больше уже нигде не возьмут и они будут висеть над вами самый для них идеальная ситуация когда вы говорите они и отказываются пульсе это для следователя это самые лучшие ситуации всех возможных в чем потому что он заполнять протоколе все что ему нужно вот все что нужно понятые заверяют и отказ от подписи заверит понятыми для как следователь сам бывший говорю лучше для следователя нет ничего когда человек отказался от подписи у тебя свободный чистый лист на котором ты пишешь все что хочешь протокол это основное что ляжет в приговор читайте читаете представьте себе что вы его сейчас читаете не в условиях когда у вас проходит обыск квартире и вы там где-то в уголочке забиты сидите представьте что вы его читаете через три года в бараке тюремном в спокойной абсолютно обстановке читаете и смотрите чужие там такого на подписывал идиотина вот перенесите себя на три года вперед и читайте и внизу но если не получается все замечания внести я всегда рекомендую в такой ситуации поступать так не вступаешь ни в какие конфликты берешь ручку садишься читать протокол тебе говорят вот здесь вот где замечание нет напишите и ты пишешь замечания имеются и будут представлены на отдельном листе . подписал отдал все естественно тут же все начинают на тебя орать ты чё творишь орать самый умный я не самый на меня так научил адвокат какой адвокат иван иванович иванов вот его телефон у меня с соглашение до замечание во время обыска я отразил для себя много я их все вам изложу после консультации с адвокатом таким-то именно он мне и рекомендовал так поступать в этих случаях у меня будет консультация своим защитником после чего я вам все это изложу все замечания к этому протоколу говорят вы же свидетель вы говорите вы можете меня называть как угодно но во первых а вы проникли мой дом принудительно вы провели у меня обыск соответственно я являюсь на данный момент подозреваемым поэтому я имею право на защитника с момента когда вы начали вот это все в отношении меня производить поэтому дорогие друзья давайте на этом выдохнем успокоимся обыск ваш проведен с колоссальным количеством нарушений я их вам все изложу люди пришли группа пришла вы даже не понимаете кто пришел вы понятых спутаете с операми то все будут штатском ну пошли разбежались по квартире никто не будет соблюдать порядок что там уважаемые товарищи понятые давайте вы пройдете первыми в этот зал а потом мы за вами следить пожалуйста нашими руками за руками следите даже если все будут отслеживать что-то положить это не проблема всегда так было есть опера исключительно профессионалы которые положат так что там просто очень поймет понятые это просто обычные люди соседей которым чаще всего нужно чтобы это все быстрее закончилось они подпишут все что угодно у меня у самого в практике были случаи когда по убийствам работаешь у тебя там трупы тебе часов пять-шесть надо описывать квартиру там-то несколько трупов например вы понятые не выдерживают просто не выдерживает и как ни странно кстати женщины гораздо лучше понятые в этом плане намного более психологически устойчивы мужики минут через 10 могут уже уйти им плохо просто граждане понятые обратите внимание некий человек пошел в ту комнату да конечно все это можно говорить может быть и нужно тут все зависит от ситуации но следует сделать там пометочку или опер что тут человек умничает борзеет и вам уже спокойненько записать внизу все что вы хотите не дадут вам что нужно вам нужно зафиксировать как не дадут ну там все аккуратненько сделают там вам дадут поставьте махните там богу но он будет сложнее выполнить эту задачу минимум который я поставил написать вот эту фразочку о том что замечание имеются вам будет сложнее всегда же надо сначала расслабить а потом совершить что-то неприятное только расслабьте а потом совершите вы же тоже в этой игре понимаете ну вообще не очень до конца и конечно это понимаю я думаю смотрите пришли какие еще раз протокол еще раз вот это вот давайте закрепим прям закрепим протокол обыска либо протокол осмотра либо протокол обследования помещения этим людям нужен больше чем вам для них это будет основное доказательство обвинения они пришли не для того чтобы вот этот процесс совершить для того чтобы написать протокол если вас увлекут этим процессом и вы начнете бегать за понятыми за операми вы включитесь вы отключитесь на негодный объект вы начнете заниматься ерундой которую потом вы нигде никому не предъявите что в суде скажет судьей судье вот что он скажет себе я носился за понятыми одна пошла туда другая сюда а опера в это время подложил а в протоколе вас будет написать замечание у вас нет судья скажет вы читали протокол нет не читала а то написано читали у вас были замечания добыли а тут написано что не было и весь этот спектакль в этом случае в которую вы сами себя включить будет ненужным это как-то ужасно уже безнадежно на этапе всего надежно 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 что что я говорю надежно это поставить под сомнение протокол который у вас есть видите вот вы умный человек опытный и вам тяжело это понять пусть крушат вы что сможете помешать нет что вы можете сделать вы можете поставить под сомнение протокол так и ставьте сделайте то что вы можете сделать и именно это вам поможет что может быть помимо того что они разбредутся и начнут как вы предполагаете что-то подкидывать можете будут подкидывать как раз это и может случиться вам могут подкинуть что-то и это будет отражено в протоколе вы читаете протокол и вдруг видите что у вас там нашли у вас там гашиш там 57 пакетиков там лежит аккуратненько но 57 конечно подкидывать не будут подкидывать всегда меньше потому что самим нужен подкинуть 5-6 пакетиков это достаточно для того чтобы с вас обвинили в покушении на сбыт наркотиков покушение на сбыт наркотиков подкинули хорошо 10-15 грамм вы знаете что это не ваш у вас этого никогда не было вы не употребляете вас не спасет что вы начнете там орать из-за всех сил что мне подбросили да конечно вам нужно будет это все зафиксировать в аудиоряде тоже следователь оперативные полномочные понятые это не мое это подброшено это должно быть зафиксировано скажет они подтвердят это потом они в суде не подтвердят у вас и должно быть зафиксировано в аудиоряде и зафиксировано протоколе важно чтобы ваша позиция о том что это вам подброшено у вас звучало с первого подписанного вами документа вы никого потом не сможете убедить что этот самый гашиш изъятый при вас в вашей квартире в ходе обыска по протоколу которому у вас не было замечаний вам не принадлежит вы не сможете никого убедить вы должны сразу говорить что это не ваше и это должно утверждено в документах и это вот это вот коротенькая фразочка в протоколе она будет намного намного ценнее вам потом даже если будет через два года бараки это читать чем воспоминание о том как вы страстно объясняли понятым какие они подлецы а следователю какой он мерзавец и что вы никогда ничего не употребляли это вам не поможет а вот эта фразочка сухая коротенькая поможет а сейчас что а сейчас поехали к вам да я понимаю можете соберу вещи и спортивный костюм надену понятно мне все меньше нравится вот то что все равно при любом раскладе почему-то в вашем сценарии заканчивая бараке но мы к этому вернемся ну короче задержали привезли это безлимитный бдсм без стоп-слов но только в отношении тебя боже мой у нас тут позвучи родились человек бились головой ну и что я даже не смогла прочесть 50 от термококсерова это ваша проблема и что и везде оставляем замечания метим метим протоколы а